мы снова вернулись всем привет и у нас сегодня сейчас новый год мне можно уже пойти в отпуск и на новый год новый гость к нам присоединится юра всем привет юра расскажи про что ты сегодня будешь вещать да я сегодня расскажу сегодня доклад в третьем зале через полтора часа буквально сегодня расскажу как мы выстроили нашу компанию адаптацию вот буквально процесс нам на ноги поставили за год и прям за год мы снизили текучесть испытательные сроки два раза определенные критики круто как-то хочется не спойлерить но и хочется немножко поговорить потому что мы сегодня здесь работаем можно сделать прогревочные но если кратко во первых мы выделить в отдельную функцию спойлерить так не буду так по верхам пройду выделили в отдельную функцию выделили отдельных ребят и прям завязали им кпи которые сами придумали и они к ним стремились и буквально там за год это дал свои плоды удивительно для нас то есть вы прям сделали отдельный отдел адаптации ну по сути да только в которой в моем подчинении там там рекрутер и адаптация и теперь в одном отделе на у меня общение есть отдельные ребята которые занимаются только адаптации когда мы искали на рынке таких людей вообще не было мне кажется это вообще очень узкая специализация и да я вот когда вот в том году был на чарапе и когда у нас уже были первые зародыши вот к этому я про это рассказывал и люди прям удивлялись я такой блин надо рассказать поэтому в этом году я здесь а почему вообще появилась такая идея и возможно какую-то боль изначально решали мы в один момент стали очень сильно расти и у нас заходили выходы до 100 человек месяц вот такие обороты здесь очень много подвязано менторов внутренних процессов поэтому адаптировать все это рекрутеры а им еще нужно было нанимать и поэтому мы решили в отдельный пункт выделить такие объемы компании то есть темп роста 30 процентов в год было вот а когда тебе там за тысячу 30 процентов прям очень много требует автоматизации так точно а вы искали ребят в адаптацию на внешнем рынке или это были ребята которые внутри компании мы предложили внутри мы предложили внутри никто не согласился потому что такая новая функция непонятная то есть как бы я тут вроде нанимаю а еще как бы кипяя подвязан за найм как бы больше вот такие ну ладно там вроде премии есть вот поэтому пришел искать рынка вот с рынка очень странно ребята реагировали все как бы занимать да да я занимаюсь адаптации но это я делаю там ну в сутки там чуть-чуть вот здесь игру будьте вот там 40 часов неделю этим заниматься вот и не все соглашались как-то вот и таких прям выделенных адаптаций адаптации ну прям не было мне кажется я ни разу не видела ну то есть когда я искала к себе в команду ребят я не видела чтобы человек который за ним менеджер по адаптации например круто но это были ребята были есть ребята с опытом в чар или да первый человек это был человек вообще с таким шикарным техническим бэкграунд в чар там более там 12 лет это и подбор и чар бипи и все и она как-то немножко занимался адаптацией давайте попробуем вот и нас это купило что она еще была из айти то есть изначально наша такая идеальная картина была давайте найдем специалистов адаптации из айти таких практически не оказалось очень сложный такой запрос вот и пришлось расширять вот а потом мы нашли для себя такую интересную нишу что в продажах есть более-менее похожий функционал эти ребята которые качают сэлзов тренеры у них очень похожи функционал под этот они нанимают тренеров и у них кипя и чтобы эти тренеры ну чтобы эти новые сэлзы успешно начали продавать я не вновь нанимаю то есть схема очень похожим такие да это ложится на нас но более масштабно и вот два последних выхода вот такой портрет кандидата был круто вот безумно интересно да то есть ты управляешь командой подбора и команды 16 человек в подборе и четыре человека в адаптации у нас расскажи немножко вот про kpi для ребят которые возможно это будет спойлер скажи что я специалист который отвечает за адаптацию например я напрямую не влияю на рекрутинг то есть может быть такое что и чар привел не того человека например или не знаю что то могло произойти я на этот результат не влияю почему это вшито в мои kpi у тебя нет kpi в адаптации в итоге который кипя и мы хотели предлагали бизнесу говорили если там мы придумали рассчитали труд затраты сколько может безболезненно адаптировать список адаптации у нас там получилось 38 и мы решили все что сверх ему идет премия менеджменту не понравилась эта история потому что не все зависит от тебя все зависит от рекрутера поэтому специалисты адаптации только оклад а у рекрутеров оклад плюс премия вот поэтому такая ситуация и поэтому у адаптации пока kpi нет но мы над этим работаем это будет твой следующий доктор да мы хотели привязаться к проектов то есть у нас адаптации они адаптируют людей но их есть различные проекты вот например мы сейчас снимаем там корпоратив для новичков вот есть идея по автоматизации крупной там системы вот там тоже один лидирует этот проект и вот мы хотим привязаться к проектам то есть изначально мы оцениваем проект его масштаб сразу фиксируем некую сумму за проект достигаешь итоговой точки получаешь и про полностью чемпион данного проекта но ты не забываешь и про свой функционал и выбираешь сам можешь получить премии может не получить но это пока еще такой пилом в воде но это классно то есть ты прокачиваешься как проектный менеджер да и чар проект а команда адаптации до четыре человека они занимаются только адаптации или у них есть еще какая-то функция у них только адаптация и какие-то чар проекты связаны с адаптацией например какие примеры проекта это могут быть одна один специалист по адаптации курирует весь мерч связанные с адаптацией то есть у нас там есть волк и бокс есть футболки то есть там по 700 футболок разных размеров нужно все это просчитать и все прочее курировать расправить все по филиалам удаленщикам то есть на первую такую может быть проект я просто загадывая сразу вперед думаю потому что вероятно что рост он когда-то чуть-чуть замедлится и есть возможность такая переориентации тех ребят которые в адаптации в рекрутинг либо наоборот тренинг либо в вот сейчас как раз такое есть такой кейс уже прям произошел вот на ими немножко процессы такие приостановились то что перестанетесь убавились вот и один специалист по адаптации у бизнеса была потребность руководитель отделов в одном силиалов города она вышла в конкурс и вот шагнула туда сразу все взяли прям буквально следующий день там переходит горизонтальная мобильность да ребята которые занимаются адаптацией они отвечают только за внешних сотрудников то есть тех кто приходит с найма или они еще как-то курирует историю с внутренней мобильностью так мы разделили здесь рбп зона ответственности я расскажу как у нас то есть это полностью те кто выходит в первый раз на работу плюс декретницы которые выходят также впадают в адаптацию новичков а если есть перевод они частично то есть там если есть это внутренний горизонтально если там чуть поменьше дать времени и если есть перевод на руководящую должность то здесь полностью точно такой же процесс но адаптирует и чарбп то есть если это там менеджер какого-то высокого то здесь уже непосредственно чарбп то есть мы вот так вот зону разделили а есть сейчас уже может быть какие-то результаты скажи опять же если это слишком рано либо будет спойлерить доклад результаты по текучке насколько это повлияло вот такое взаимодействие с командой двадцатом году был 12 процентов когда мы только это вели и прям буквально 6 на 20 21 через год стало 6 процентов если два раза мы снизили текучку тем не менее мы найм увеличили в два раза то есть мы наняли 400 человек текучной испыталки был 12 можно сказать что в 4 раза ну получается да да то есть наняли 800 снизилась текучка там почти в два раза такие цифры круто то есть и мы определенные вещи граблями выстраивали процесс то есть здесь накосячили ага теперь мы делаем вот так что мы делаем я как раз расскажу у себя докладе а как вы анализировали что сейчас в адаптации не так что-то меньше ну вы опрашивали сотрудников которые уходили либо вы сами понимали ну не знаю я провел аналитику что есть у других компаний и хочу внедрить это тоже у себя а как мы анализировали у нас есть опросы когда у нас проходит новичок на третий день на третий день работы новичка список адаптации разговаривает про беседу новичку как компания вообще как ментор зашла компания тебе нет все ли оправдался не обманул или рекрут своих условиях работы и после этого специалист в адаптации ему высылает анонимную анкету где новичок оценивать взаимодействие с рекрутером с кадровиком из специалистом по адаптации полностью анонимно отвечает и оценивает что было крутого в твоей прошлой компании но не хватает здесь пока его информация свежа вот мы это все ежемесячно анализируем или она сайта некий пульс опрос когда у специалист по адаптации оценки упали до 6 7 мы поняли что он не вывозит вот потому что просто не успевает и мы поняли что нам нужен еще один человек мы его нанимаем вводим темпы найма большие и мы видим что опять средняя оценка становится 9 10 то есть такие и это проводится на ежемесячном опросе и мы знаем что 9 10 это норма для нас то есть мы оказываем там кадры суперские работы рекрутеры там у нас добрые вот необычные бывают то есть для нас это такой некий показатель плюс они отписывают фидбэк в контексте того что там рекрутер там сделал оффер и пропал то есть ну примерно либо там вот там ирина души душечка мило вообще было приятно общаться там все четко все здорово и вот мы понимаем и плюс вот они как раз свои идеи описывают просто супер вау слушай а вот вы оцениваете работу отделов кадра отделов кадров да ну типа зачем есть какая-то проблема была проблема я на у нас как бы я в подчинении чар директора вот нахожусь и у нас есть общие митинги где все руководители группы там подбор бипи кадры я рассказал что вот мы оцениваем рекрутеров и адаптации и так как кадры тоже взаимодействие новичками они сами изъявили желание вот и говорю без проблем мы не дарим это тоже вопрос как бы два-три вопросов пишите вот и тоже будешь отслеживать какие триггеры вот это так как пришло и все да получается так что после каждого там высланного оффера до принятого оффера человек заполняет анкету как вообще было взаимодействие с нет когда выходит на работу все подписал три дня поработал и вот на третий день только уже заполняет анкету здорово здорово потому что первый день действительно у нас такой у нас такой есть фидбэк по нашим первым днём он адовый с точки зрения взаимодействия с людьми то есть кадровик специалист по адаптации ментор руководитель куча документов все подписать все настроить вот и вот пока первый день все пройдет вроде как-то вникнется и вот на третий день спокойненько он уже может излить насколько все комфортно было но зато в первый день он закрыл все вопросы ему все понятно что дальше там на второй на третий день он уже начнет погружаться в задачки конкретно нужно будет делать быстро уточню как вы работаете с данными то есть вы в каких системах этот учет ведете ну то есть что-то за анкеты где они лежат где не хранятся это автоматизировано анкеты были на все реманки вот последний месяц мы ушли все реманки на про анкеты про анкеты мы ушли в яндекс форм мне особо нравится мы ищем быстро срочно аналог вот по поводу текучести у рекрутеров мы считаем отдельную текучесть у рекрутеров на испытательном сроке вот считаем отдельную текучесть на испытательном сроке по специалистам по адаптации смотрим и как бы в разрезе направления то есть там есть различные титры это можно спокойно все играть это все в нашей системе вот это наша собственная система собственной разработки сам описана под наши бизнес-процессы вот долго не делали или долго делаю тоже дорабатывать ее пару раз хотели менять мы действительно хотели долго менять в итоге там либо под один блок как-то очень круто второй блок нету вот давайте еще попробуем на следующий год и еще раз заложим вот пока мы такого аналога не нашли либо очень дорого то есть мы как бы хотели на сам перейти хорошо что не перешли да иногда это помогает такие вот принятия решения дать чуть-чуть спасибо большое что поделился вам спасибо мы обязательно посмотрим твой доклад запись посмотрим презентацию все эти гениальные идеи и хочется послушать спасибо что поделился опытом спасибо спасибо большое все всем пока 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 пока